Здравствуйте, с вами Елена Атонова и этот урок называется I'm going to do. Я собираюсь что-то сделать. Эта конструкция, она выражает будущее, русское будущее время. Я собираюсь что-то сделать. Я уже решил что-то сделать. И я намереваюсь это сделать. Ты собираешься смотреть поздний фильм по телевизору сегодня вечером? Нет, я собираюсь рано лечь спать. I'm going to have an early night. I hear Sarah has won some money. What is she going to do with it? Я слышал что Сара выиграла деньги. What is she going to do with it? Что она собирается делать с ними? She is going to buy a new car. Она собирается, намеревается купить новую машину. Но как вы слышите все эти предложения в русском звучат в будущем времени. I'm just going to make a quick phone call. Я собираюсь сделать быстрый телефонный звонок. Но это я дословно перевожу. Конечно, по-русски мы скажем. Я быстренько позвоню. Can you wait for me? Ты можешь подождать меня? This cheese looks horrible. I'm not going to eat it. I'm doing. Я делаю. Это present continuous. And I'm going to do. И я собираюсь, намереваюсь что-то сделать. Мы используем I'm doing, present continuous, когда мы говорим, что мы уже arranged, договорились что-то сделать. Например, я договорился с кем-то встретиться. Договорился поехать куда-то. What time are you meeting and this evening? В какое время ты встречаешься с Аней этим вечером? I'm leaving tomorrow. I've got my plane ticket. I'm leaving tomorrow. Я уезжаю завтра. У меня есть билет на самолет. I've got my plane ticket. Здесь примеры. Вот эти два примера. Глаголы в present continuous. Present continuous выражают ближайшее будущее со значением точно. What time are you meeting and this evening? В какое время ты точно встречаешься с Аней? I'm leaving tomorrow. I've got my plane ticket. Билет в кармане. Я уезжаю завтра. И я в этих случаях употребляю present continuous. Ближайшее будущее со значением точно. I'm going to do something. Я намереваюсь. Я собираюсь что-то сделать. I have decided to do it. Я решил сделать это. But perhaps not arranged to do it. Но, возможно, не договорился это сделать. Your shoes are dirty. Твои туфли грязные. Yes, I know. I'm going to clean them. Да, я знаю. Я вычищу их. Я собираюсь где-то через некоторое время их почистить. То есть знак равенства. Это означает I have decided to clean them. Я решил их почистить. But I haven't arranged to clean them. I have decided not to stay here any longer. I have decided not to stay here any longer. Я решил не оставаться здесь больше. Tomorrow I'm going to look for somewhere else to stay. Завтра я собираюсь поискать что-то, где можно остановиться. Видите разницу между вот этими двумя примерами, когда глагол у нас Present Continuous. What time are you meeting this evening? I'm leaving tomorrow. I've got my plane ticket. Ещё раз повторяю. Present Continuous служит для выражения ближайшего будущего со значением точно. Билет в кармане. Я точно уезжаю. А вот эта конструкция I'm going to do something. Она тоже выражает будущее, но не точно. Намерения только. Планы. Так, далее посмотрим вот на эту картинку. Ты также можешь сказать, что что-то произойдёт, что что-то собирается произойти в будущем. Например, вот мы видим человек несёт большую коробку, и он не видит, что он скоро ударится в эту стену. Situation now. Ситуация сейчас. Future. Future happening. Будущее. Что произойдёт в будущем. И вот из ситуации сейчас, видите, вот эта стрелочка going to do. Собирается произойти. Что он собирается, что он ударится в стену. The man can't see the wall in front of him. Человек не может, мужчина не может видеть стену перед ним. He is going to walk into the wall. Ну, дословно, он собирается войти, удариться от стен. When we say that something is going to happen, the situation now makes this clear. Когда мы говорим, что что-то собирается произойти, ситуация сейчас ясна для нас. Нам же видно, что он ударится о стену. The man is walking toward the wall now. Человек идёт по направлению к стене сейчас. So we can see that he is going to walk into it. Так что мы можем видеть, что он собирается, что он ударится, пройдёт в неё. Ну, Мёрфи написал he is going to walk into it. В значении, что он ударится об эту стену. Ещё больше примеров. Some more examples. Look at those black clouds. It's going to rain. Посмотри на эти чёрные clouds, облака. It is going to rain. Будет дождь. The clouds are there now. Облака сейчас здесь. I feel terrible. Я чувствую себя ужасно. I think I'm going to be sick. Я думаю, я заболею. I feel terrible now. Я чувствую себя ужасно сейчас. The economic situation is bad now and things are going to get worse. Экономическая ситуация плохая сейчас. И вещи собираются быть хуже. Ну, как по-русски можно сказать. And things are going to get worse. Экономическая ситуация плохая и будет хуже. And things are going to get worse. I was going to do something. I intended to do it, but didn't do it. В прошедшем времени I was going to. Я намеревался сделать это, but didn't do it, но этого не сделал. I intended to do it, but didn't do it. We were going to travel by train, but then we decided to go by constant. We were going to travel by train. Мы собирались ехать, путешествовать на поезде, but then we decided to go by constant. Но затем мы решили ехать на машине instead. Вместо этого. Питер was going to do the exam, but he changed his mind. Питер собирался сдать экзамен, but he changed his mind. Но затем он передумал. Changed his mind. Передумал. I was just going to cross the road when somebody shouted stop. Я собирался перейти дорогу, когда кто-то закричал стоп. Ты можешь сказать, что что-то собиралось произойти, но не произошло. I thought it was going to rain, but it didn't. Я думал, что будет дождь, но его не было. Давайте сделаем вместе упражнение на эту конструкцию. To be going to do – собираться, намереваться что-то сделать из учебника. Из учебника Murphy for intermediate students. Вот первое упражнение. Write a question with going to for each situation. Напиши вопрос с конструкцией going to для каждой ситуации. Your friend has won some money, you ask. Твой друг выиграл деньги. Ты спрашиваешь. У нас дана заготовка. What are you going to do with it? Что ты собираешься делать с ними? Помните, что деньги всегда в единственном числе. Поэтому по-русски переводится. Что ты собираешься делать с ними? В английском будет стать единственное число. It. Деньги всегда единственное число. Your friend is going to party tonight. Твой друг идёт на вечеринку сегодня вечером. Ты спрашиваешь. Здесь у нас дана заготовка. Что? What? Where? Быть одетым. Нужен вопрос. А что ты собираешься быть одетым? What are you going to wear? What are you going to wear? Your friend has just bought a new table. Твой друг только что купил новый стол. Ты спрашиваешь. У нас даны слова where, где, куда, put it, поставить его. Нужен вопрос. Куда ты собираешься его поставить? Попробуйте сами задать этот вопрос. Куда ты собираешься поставить стол? Правильно. Where are you going to put it? Четвёртое. Your friend has decided to have a party. Твой друг решил устроить вечеринку. Ты спрашиваешь. Who? Кто? Invite. Приглашать. Кого ты собираешься пригласить? Угу. Какой вопрос? Who are you going to invite? Кого ты собираешься пригласить? Кого ты пригласишь? Who are you going to invite? Давайте ещё одно упражнение сделаем на эту конструкцию. Так, хорошо видно. Read the citations and complete the dialects. Прочитай ситуации и состав диалоги. Use going to. Используй конструкцию going to. Собираться, намереваться. You have decided to tidy your room this morning. Ты решил убрать свою комнату этим утром. Твой друг, your friend, спрашивает. Are you going out this morning? Выйдем, пойдем погуляем этим утром. А вы этому отвечаете. No, I'm going to tidy my room. Нет, я собираюсь убрать мою комнату. Вторая ситуация. You bought a sweater, but it doesn't fit you very well. You have decided to take it back. Ты купил свитер, но он тебе fit не подходит хорошо. И ты решил вернуть его назад. You bought a sweater, but it doesn't fit you very well. You have decided to take it back. Твой друг спрашивает тебя. The sweater is too big for you. А не спрашивает, а говорит. Этот свитер слишком большой для тебя. А вы ему отвечаете. Да, я знаю. Я собираюсь вернуть его назад. Как вы ему ответите? Я собираюсь вернуть его назад в магазин. To take it back. I'm going to take it back. Третья ситуация. Третья ситуация. You have been offered a job. Тебе предложили работу. But you have decided not to accept it. Но ты решил not to accept. Не принимать ее. Твой друг говорит. I hear you have been offered a job. Я слышал, что тебе предложили работу. А вы ему отвечаете. Правильно. Но я не собираюсь принимать ее. That's right. But I'm not going to accept it. Я не собираюсь принимать эту работу. Вместо it я могу поставить job. I'm not going to accept this job. Не собираюсь принимать эту работу. Четвертая ситуация. You have to phone Sarah. Ты должен позвонить Саре. It is morning now. Утро сейчас. And you have decided to phone her tonight. И ты решил позвонить ей сегодня вечером. Твой друг спрашивает. Have you phoned Саре yet? Ты уже позвонил Саре? А вы отвечаете. А вы отвечаете. Я собираюсь позвонить ей сегодня вечером. Понимаете, как вы будете отвечать? Я собираюсь позвонить ей сегодня вечером. I am going to phone her tonight. I am going to phone her tonight. И пятая ситуация. You are in a restaurant. Ты в ресторане. The food is awful. The food. Еда ужасно awful. And you have decided to complain. И ты решил пожаловаться. Complain. This food is awful, isn't it? Еда ужасная. Верно? Вы говорите. Yes. It's disgusting. Disgusting. Отвратительное. Я собираюсь пожаловаться. Как вы скажете? Я намереваюсь. Я собираюсь. To complain. Пожаловаться. Правильно. I am going to complain. I am going to complain. You are in a restaurant. The food is awful. And you have decided to complain. This food is awful, isn't it? Yes. It's disgusting. I am going to complain. Ну, я думаю, этого достаточно. Для конструкции to be going to do. Собираться, намереваться что-то сделать. See you next time. Have fun. Good luck. Bye-bye. 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 Продолжение следует...